Честные видео Ой, ну это качество, сразу видите, вот мистер бист, ну учись Майни, ну с вами, всем привет И сегодня у нас реакция на Мистер бист, конфликт русских блогеров с мистер бист Егорик, вот это 4, бустер Канал бвс, бвс Давайте посмотрим, короче, это что-то хайповое Ну, я же, хайпожор, ну куда, как иначе Посмотрим, что там происходит в мире вообще Мистер бист, замечательный человек Который восстанавливал слепым зрение Дарил нуждающимся просто кучу ништяков Но по итогу все равно в ответ получал довольно большую кучу хейта Люди говорили, о, вы потратили столько денег на это В то время как могли бы просто накормить голодных Или что-то в этом роде Он потратил 2 миллиона долларов на создание игры для кальмаров А люди говорят, он делает недостаточно Часто подписчики интересуются у меня Как же я реагирую на своих хейтеров Я просто делаю глубокий вдох и говорю им Бррр, твою маму На вашем канале уже разбирали и... Чисто дотер вселился на секундочку Мамы, да, которые неожиданно стали обвинять мистера биста В... животных из-за ролика про пиццу Чего? И даже не разполегают по звезданутым журналистам Которые также обвиняли биста просто во всех смертных грехах Даже был один паренек из его команды Ну, понимаете, сколько бы ты добра не сделал Как говорится, не сделай добра, не будет и зла Так и не зря говорят Потому что Чтобы на тебя никто ничего не говорит Ты должен сидеть и ничего не делать Вот просто ничего Ты должен вообще не существовать Тогда про тебя ничего не скажут Ну, а зачем так жить? Понимаете? Смысла такого нет Вот так всегда Я не понимаю Мистер Бист красавчик Я не вижу смысла его хейтить Это вообще бред Понятно, что дело Что, может быть, у него были какие-то косяки Но у всех косяки были Будем честными Который говорил, что мистер Бист с ним очень жестоко обходился Ты заставлял меня Но мы ни разу не говорили о его, так сказать, конфликтах с СНГ-блогерами И, по-моему, пора это исправлять Короче, как говорится Спидран по конфликтам Поехали Ну чё, все Рок Начнем, пожалуй, с старого доброго баяна Да, с Владика А4 Да, в свое время Владик настолько охренел А Влада А4 до сих пор существует Он до сих пор делает контент И его смотрит миллионы Я не знаю просто Что даже мистер Бист заметил, что владянчик так-то в наглую ворует тупо его видеоролики И поймите правильно Я сам по себе так-то не против заимствования идей То есть, да, работая регулярно, невозможно каждый раз выдавливать и себя что-то сверхоригинальное Но Владясик А4, да, это особый случай на области Мало того, что он превью и видео по сути полностью просто копировал Так Владянчик еще и догадался после того, как мы начали напихивать за плагиат Сказать, что так-то он, в отличие от Биста, делает качественные видео Ой, ну это качество Сразу видите, вот мистер Бист, ну учись Вы видели такое видео мистера Биста? Я не видел Вот если бы мистер Бист снимал как Влада А4, вообще Вот это был бы мир хороший, да, ребят, согласно? Вы туалет, а я Вообще Вот это понимаю Ой-ой-ой, контент Подотри Ты проиграешь Качественные видео Ну то есть пока мистер Бист выживает 24 часа на острове Влад А4 песка в студии насып Нормально, нормально И причем наш вот этот Владясик АА4 настолько нагло написал о том, что он бандезный И вообще он в тысячу раз лучше мистера Биста и всех иностранных блогеров Что даже у всего Запада жопка, честно скажем, сорвало Говорит, что я делаю это в 10 раз лучше, а также снимаю 24-часовое видео на острове на съемочной площадке Мне за него стыдно Этот идиот вместо того, чтобы извиниться или хотя бы промолчать, начал говорить о качественном контенте, которого у него никогда не было Этот клоун только позорит нашу страну и своих коллег по YouTube Так что к тому же он еще и придурок по этому поводу И при всем этом, да, Владямба, либо умудряясь полностью повторять видосы мистера Биста, либо банально их кастрируя Все равно в какой-то момент смог собрать просмотров больше, чем сам мистер Бист Серьезно? То есть в один определенный момент Влада 4 был популярнее, чем мистер Бист? Это многое говорит о обществе? Хочу вам сказать, многое Этот человек даже, ну, мерч Биста нагло копировал, но все равно осталось Он даже мерч скопировал, капец Самым популярным блогером СНГ Если честно, я не вижу никакой другой причины, кроме, как, видимо, огромной базы фанаток из маленьких школьниц Потому что, ну, нормально Ну, Влада 4, ну, блин, ну ты же раньше был норм, челом Ну, когда-то давно, когда не копировал, он делал супердеский контент Ну, что ты делаешь? Ну, че? Эх, а мог бы реально сказать, извините, так получилось, больше не повториться Сказать, я реально протупил Или сказать, что там, мой монтажер фигню сделал Капец, даже не ошибся Жесть Я помню, раньше он делал какие-то пародии Он делал пародии на музыкальные клипы, я помню То есть раньше к нему более-менее адекватно отнеслись Когда он там был, меньше ляма подписчиков, что-то такое Это потом у него начались всякие, типа, вот эти всякие детский контент То есть, ладно Я уже прям, ну, реально вижу, как сотни маленьких детей Несмотря на все зашкоры Владика Каждый день просили родителей включить им его ролики Влада 4, включи Дорогой, тебе нельзя Влада 4, он вызывает Влада 4, хочу Я пытаюсь обидеть Влада 4, да чтоб тебя метеорит убил Хули, Кобяков И Бис, знаете, он не стал как-то бомбить Или агриться дальше Он просто, как настоящий мужик, создал канал Мистер Бис на русском и напихал Владячку по всем фронтам Показав всем, что Владик хоть и пытался ходить ими как пешками Но по итогу сходил под себя Респект Поймите правильно, да Бисту русская аудитория особо не выгодна И есть у меня такое, ну, некое наиде Что Бисту просто из принципа Вот захотелось, да, не разжигать конфликты Давать тем самым хайп, да, плагиатору А просто, ну, накуканить Владячку И отправить его вилкой чистить толчки Мощно И чтоб вы понимали Мистер Бист это, ну, не из тех ребят Он просто считается ЧСВш на самом лучшем Он его, если видите что-то классное Он начинает хвалить это Того же Мамикса он, например, похвалил Когда увидел его контент Не, ну, это круто Я вижу, что он комментарии оставляет под видосами То есть, как бы, там команда работает хорошо То есть, они реально молодцы И реально делают классно Типа, они крутые Ну, я не знаю Мамикс крутой, реально Мистер Бист очень крутой Вообще невероятно То есть, он заслуженно имеет сейчас Топ-1 самый большой канал Самый крутой канал Его знают все практически Мне кажется, он сказал, что ее сейчас раздавит А потом ее раздавил Я же говорю прямое включение Жаль, что мы не говорим по-русски Мы могли бы замутить что-нибудь с ними Они умные В общем, я надеюсь, когда-нибудь Мистер Бист выучит русский язык Для того, чтобы снять свою коллаборацию Не легче, наоборот, английский выучить Они вроде бы знают английский, нет? Мамик знает Ну, ладно Ладно, ладно А, кстати, да Вот об этом моменте про Мамикса Я узнал благодаря ребятам с Изи Ньюз Поэтому, если вы, как и я Среди друзей чувствуете себя Как дед из танка Который, ну, нихрена не понимает Че вообще в этом мире происходит Типа, че там за Римская империя В ТикТоке Почему школьники на улице Поют, что у них нет ни денег, ни мозгов И вообще, почему, когда я им говорю Что ни размером с ТикТока Не говорят, что у меня свежее дыхание Что вообще в этом мире происходит Я антимайни, я очень зол Я украл вашего глупого блогерка Потому что Потому что я появился в магазин И я должен получить у него скидку И это было бы правдой Но в майни-шоп уже скидки Поэтому, ребята, донаты Стим-пополнение Всякие геймшины Приходите, смотрите Ссылка в описании А мы продолжаем смотреть видос А следующая ситуация Произошла между нашим любимым Да, вот этим вот монстром И бустером Вот от кого я не ожидал Если коротко Бустер нанял для своего ролика Вот это 24 часа и мистер бист Озвучку русским голосом мистера биста Какая странная фраза Но вы поняли, что я имею ввиду Сегодня я буду 24 часа мистером бистом Наверное, будет лучше, если я буду говорить таким голосом Сегодня мы разыграем ломбаркини среди подписчиков Отправим одного подписчика в Мурманск Для того, чтобы он купил краба и привез его мне Попросим подписчика сказать бустер 20 тысяч раз И за это он получит бабки Порадуем парочку курьеров деньгами И займемся благотворительностью Я тебя попрошу сразу поставить лайк на это видео Подписаться на канал Приятного просмотра А все, теперь у меня деньги закончились На озвучку голоса мистера Ну и я, если петь, команда мистера биста Это не оценила И запретила студийной банде Озвучивать еще хоть что-то Кроме самого биста Его голоса Ну то есть Не, ну если у них это было в контракте прописано То ладно Не, ну типа реально Если у них это было в контракте прописано То все окей Тут реально И заслуженно запретили А так Ну Не, ну в принципе, да Как бы это Такое, знаете Не совсем правильно Я не знаю У меня такое дворякое впечатление Если это было прописано в контракте И человек, который озвучивает мистера биста Решил так, типа Озвучить чуть-чуть натихаря То это странно Понимаете, по сути Не, ну опять же Они могут все равно работать вместе Или бедному чуваку Который работает актером озвучки Разговаривать его голосом хоть где-то Я бы на месте пацана, наверное, в депрессию впала Такой, все, ребят, давайте я в окно Но на самом деле Биста можно понять Если актер озвучки, да Неожиданно сделать рекламу Там, не знаю Какое-нибудь казино, да То и самому бисту за это, разумеется, может приоритет от аудитории Потому что, честно скажем Наши люди не особо любят думать Они пишут, а потом Так вот такие Брай, что, серьезно? Так это все было? Честно скажем, аудитория по большей части Че, с**ть Они просто хотят кого-то обсирение Каким особо причины не нужны Факт, 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 так и есть Так что, разумеется, ну, комиссера биста Его, х**а, должна быть всегда в приоритете Но, и справедливости ради Никто, как бы, из студийной банды Особо не возмущался Походу, бист там так нормально, да Он может говорить спокойно другим голосом Человек, который озвучивает Он может менять голоса Это нормально У него может быть другой тембр Он когда обычным голосом говорит Скорее всего, у него вообще другой голос Я в этом уверен на 100% Который, скажем так, разбил сердце СНГ зрителям Это ситуация с блогером, которого зовут Егорка Если, коротко, пацан решил замутить себе челлендж И жить на острове до тех пор, пока ему не ответит мистер бист И парень, на самом деле, довольно долго был на острове И почти каждое видео он просил народ Типа Пожалуйста, блядь, в памяти мистеру бисту Пусть он на меня обратит внимание И я задолбался Хватило его аж на 9 дней Если вы думаете, что бист ответил после этого бешеного челленджа И поэтому пацан ушел домой То нет Постасите Каналом биста занимается команда А не сам бист Давайте это сразу уясним Ибо, ну, банально Он бы задолбался решать все вопросы лично И давно бы скинул уже там на себя И на всех окружающих 250 тысяч тонн тратила Так что его менеджер, обратив внимание на кучу сообщений По типу Обрати внимание на Егорку А то-то-то я твою ма Разумеется, банально забанили слово Егорка на канале Кто не знает, да Есть такая фишка для блогеров Любой контент-мейкер может какое-то слово внести в бан-лист Ну да, можно бан-лист вводить Кстати, я ни разу этим не пользовался Но можно Если его кто-то напишет То он мгновенно отлетит в раздел на проверку Я так вот, например, сделал, знаете, вот с этими Которые запрещенку пытаются в комментариях рекламировать О, ну это правильно, это правильно Ну, а все те комментарии, которые были на мистерах Ну, я думаю, идите ка***ли Знаете, чуть сами не погибли Но дело сделали И в данной ситуации, конечно же, мне жаль нашего блогера Который просиренькал довольно много времени, денег Но я на самом деле, козэ, на что он рассчитывал, типа? Весь его вот этот вот мув был больше похож на какую-то жесткую спам-рекламу Ну и я, Синппень, лучшим решением со стороны биста было банально забанить типа и не шатать себе мозг Хотя, вот снова же, с другой стороны, да, Егорчик таки все равно получил довольно большой хайп на этой ситуации Так что, можно сказать, что все закончилось для него даже вполне таки позитивно Как-то так! Огромное спасибо вам всем за просмотр Не забывайте про новый выпуск Изи Ньюз по ссылке в описании Не, ну я про Егорку знал Ну, по-моему, я чуть-чуть частично знал про все Но, знаете, тут все-таки более подробно Вот такие дела, ребята Как обычно, там мистер абистов, все хотят что-то от него А я просто хочу, чтобы он ролики выпускал Классные ролики делает Прям, мне вообще, я обожаю их смотреть Блин, кайф И на реакции, и вне реакции Я бы с удовольствием их смотрел Кайфарик, кайфарик Ребята, приходите, подписывайтесь на канал Бус Би-виси Би-вис Не знаю, как правильно Подписывайтесь на мой канал, мне было бы очень приятно Всем удачки Всем пока-пока Пау